Школа новостей На лыжах по бескрайним снежным просторам, вопреки холодному ветру, дрейфующим льдам и опасным полыньям. Совершить увлекательное путешествие по Арктике звучит фантастически, но для зрителей московского образовательного нет ничего невозможного. Столичные школьники под предводительством знаменитого путешественника Матвея Шпаро бросили вызов Северному полюсу. Ребята стали участниками девятой полярной экспедиции. Впечатлениями об экстремальном походе они поделились на фото-выставке в московском дворце пионеров на Воробьевых горах. «Давай, давай пальчиком! Оставьте, но не за горами!» Такие упряжки с санями везли на себе участники молодежной экспедиции по снегам суровой Арктики. Ради маршрута мечты от российской дрейфующей станции до Северного полюса 40 школьников из самых разных уголков страны проходили сложные этапы тщательной подготовки и отбор. И только семеро самых стойких попали в полярную команду. Сначала было это очень красиво. И эффект гала, и радуга вот эта вот, кружевная такая из восьми радуг состоящая. А потом уже все, такой думаешь, полюс – это хорошо, это легко. А потом неожиданно он начинает как-то тебя со всех сторон вот так вот испытывать. И лыжи начинают ломаться, и палки, и у нас вот под лед провалился. Ну, полюс – это впечатление такое, конечно, незабываемое. На открытии выставки школьники узнали о жизни и работе полярников. Какие опасности их подстерегают во время экспедиции, и для чего на вершину они берут две баночки с маслом и краской. Баночка с маслом выливается на Северный полюс, потому что Земля вращается вокруг своей оси. А как мы знаем, Северный полюс – это самая верхняя точка Земли. Поэтому настоящие полярники считают, что нужно помочь нашей Земле крутиться и немножечко смазать ее ось маслицем. Но и непосредственно баночка с краской. Когда вся команда приходит на Северный полюс, они рисуют меридианы от Северного полюса и первую параллель. Дальше вся команда берется за руки, водит хоровод и таким образом совершает кругосветное путешествие вокруг Земли. Авторы проекта Матвей и Дмитрий Шпаро знают толк в полярных экспедициях. Их пешие походы к Северному полюсу занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Дмитрий Шпаро в 70-е годы вместе с командой полярников впервые покорил Северный полюс на лыжах. Сын Матвей пошел по его стопам. Если говорить конкретно про Матвея, как вот человека, который унаследовал мою славу покорителя Северного полюса, то, видимо, во время моих тренировок это все ему и передалось. И если говорить сейчас про полярников, знаменитых во всем мире, то все-таки я думаю, что я должен уступить месту Матвею, потому что он совершил в 2007-2008 году путешествие гораздо более потрясающее, героическое, чем наш переход в 1779 году. Значит, он и Борис Смолин прошли за 86 дней путь тот же самый, что и мы, но во тьме полярной ночи. Участники молодежной экспедиции к Северному полюсу каждый год разные. В 2014 году это были ребята из детских домов, коррекционных школ и интернатов. В 2015 победители Всероссийских Олимпиад. В этом году учащиеся кадетских классов.